Субтитры подогнал «Симон» Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна А звезды, тем не менее, а звезды, тем не менее, все ближе, но все так же холодны И как в часы затмения, и как в часы затмения, ждем света и земные видим сны. Меня зовут Константин Барышев, и я рад приветствовать сегодняшнего нашего гостя. Это кандидат наук, старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий, Гиляра Кузина. Добрый день. Добрый. Гиляра, расскажите, пожалуйста, нашим зрителям, что такое метеорит. Есть такие понятия – метеор, комета, метеоритный дождь. В чем их различие? Действительно, очень часто простые обыватели путают эти понятия, и все, что у нас есть, называют метеоритами. Но, тем не менее, каждое определение имеет свой смысл и указывает на определенный, так скажем, предмет. Вы сказали комета. У нас есть кометы и астероиды, и они у нас летают в космосе. То есть это те объекты, которые никак еще с Землей не соприкасались. Когда космический объект входит в атмосферу Земли, и мы видим это красивое свечение, и этот предмет называется метеором. И только тело, уже упавшее на Землю, которое мы обнаружили, называется метеоритом. Метеоритный дождь – это если у нас объект, влетая в атмосферу Земли, не остается цельным куском, а из-за трения, из-за нагревания разбивается на много кусочков и уже выпадает в виде множества кусков на Землю, это называется метеоритным дождем. А вот из чего формируются метеориты в космическом пространстве? Как часто мы можем наблюдать вообще это явление? Ну, как я уже сказала, у нас есть астероиды и кометы, которые у нас летают в космосе. Если кто-то помнит структуру строения нашей Солнечной системы, у нас есть такой пояс астероидов, который является основным поставщиком метеоритов на Землю. Когда земное притяжение затягивает какой-то космический объект, чаще всего это астероид, он начинает свое падение на Землю. Как же сформировались сами астероиды? То есть у нас в Солнечной системе есть сформированные планеты. К сожалению, по теории, одна из планет не смогла сформироваться, потому что было большое притяжение Солнца и Юпитера, и она осталась так и в виде раздробленных кусочков. Вот эти кусочки и прилетают к нам на Землю. Но кроме того, что мы можем видеть большие объекты в виде метеорита, все-таки метеоритами мы называем то, что мы можем ощутить, потрогать, увидеть. Также у нас есть такие мелкие частицы, которые также попадают к нам на Землю, называются они космической пылью. Вот именно эти объекты могут быть уже межгалактическими, то есть пришедшими не из нашей Солнечной системы, и они попадают также к нам на Землю. Но размер этих объектов около миллиметра и может быть еще меньше. Кроме того, что мы говорим про астероиды, чаще всего мы встречаем эти метеориты. Есть уникальные метеориты, которые очень интересны с точки зрения науки и изучения других планет. Это метеориты, которые попали на Землю с Марса или с Луны. Это произошло вследствие того, что на Марс упал какой-то астероид и выбил из него кусочек планеты, который в последующем уже был захвачен притяжением Земли и попал к нам на Землю. Таких метеоритов очень мало, если я не ошибаюсь, около 37 марсианских метеоритов на данный момент есть. Насколько мне известно из общедоступной информации, на Землю падает несколько тонн метеоритов в сутки. Вот, возможно, мелких. Правда ли это? Действительно, да, это правда. На Землю падает очень большое количество метеоритов, но не в том смысле, в котором мы привыкли, большие, когда это с эффектами какими-то, которые мы видим на Земле. На самом деле падают микрометеориты. В большом количестве, мне кажется, если даже вы протрете свой подоконник, вы можете там на самом деле обнаружить микрометеориты. Даже есть такие исследования, когда с крыш домов, со снега собирают твердые частички, и потом, изучая их, находят, что это микрометеориты. Вот именно их на самом деле падает намного больше в массовом соотношении, чем у больших метеоритов. Мы говорим всегда, что нам на Землю падают метеориты. На самом деле бомбардировки астероидами подвержены все планеты. Если мы посмотрим на Луну, даже невооруженным глазом мы видим кратеры. Потому что у Луны и других планет, если мы говорим про Марс сейчас, нет атмосферы, которая бы затормозила падение метеорита, и нет воды, ветра, которые потом сглаживают все неровности, образовавшиеся от падения метеорита. Мы их намного лучше видим. То есть Луна у нас вся в кратерах, и когда мы смотрим на Марс, и его изучают, там тоже есть кратеры от падения космических объектов. Касаемо падения метеоритов на планеты или крупные небесные тела. Все понятно. А как чувствует себя, допустим, МКС, когда у нее попадает какой-либо осколок или метеорит? Какая скорость движения небесного тела при столкновении с любым другим объектом? Хороший вопрос. МКС, конечно же, не нравится, когда он встречается с какими-то космическими объектами. На самом деле он постоянно, я думаю, встречается с космической пылью, которая тоже летит немаленькими скоростями. Но мы знаем орбиты, движения, то есть большинство больших космических объектов. И в зависимости от того, если есть угроза столкновения, я думаю, что там чуть-чуть меняют траекторию, вероятно, движения МКС. То есть траектории полета метеоритов возможно просчитать заранее. За этим очень активно следят. То есть, я думаю, большинство астероидов, которые у нас камней, назовем это так, летают в космосе, посчитаны. Они все известны. И мы же часто слышим в новостях приближение такого-то астероида. Мы сможем наблюдать там в телескоп простой. То есть, в целом, все опасные объекты, которые приближаются к Земле, они все учтены, и за ними ведется наблюдение. В сети присутствует такая информация, что на недавно найденном метеорите учеными было обнаружено скопление микроорганизмов. Возможно ли, что во время падения астероида на Землю какое-либо живое существо сможет пережить атмосферные перепады и температурные различия? Начну с первого. Действительно, есть несколько теорий зарождения жизни на Земле. И одна из них — это то, что жизнь была принятена к нам с космическими объектами и называется эта теория панспермии. Такое объяснение появления жизни на Земле имеет место быть. И, как вы упомянули, в метеоритах находят остатки жизни. Но здесь стоит обязательно помнить о том, что у нас метеорит вообще, так скажем, можно классифицировать несколькими способами. Одна из классификаций — это находки или падения. В чем различие? Падение. Метеорит называется падением. Когда мы увидели, что метеорит упал, подошли, его сразу взяли и изучаем. Находка же — это когда мы не знаем времени падения метеорита, он долго пролежал в Земле или на другом, на песке, неважно, где на поверхности Земли, и мы его начинаем изучать. В первом случае нахождение какого-нибудь биологического объекта, я не знаю, аминокислот, бактерий, молекул каких-то, может быть свидетельством того, что зачатки жизни были занесены с метеоритами. Но если мы изучаем те метеориты, которые уже пролежали долгое время на Земле, они обязательно заражаются нашими земными микроорганизмами, и здесь уже мы не сможем сказать, какая жизнь представлена в метеорите. По поводу того, как микроорганизмы могут переносить прохождение через атмосферу, здесь на самом деле всегда такие большие споры идут. Когда метеорит пролетает сквозь атмосферу, несмотря на то, что он испытывает большие давления и нагрев, мы знаем, что он трется в атмосферу, нагревается примерно до сантиметра, наверное, самого метеорита. Если это большой объект, получается, у нас первый сантиметр, который летит, нагревается, расплавляется и отлетает. И вот так потихонечку, стой за стойм, он нагревается. Внутри метеорит, он будет холодным. Соответственно, там никакого температурного воздействия нет, и микроорганизмы вполне могли сохраниться там. А вот из чего состоит такой метеорит, что его теплопроводность настолько небольшая? Здесь, наверное, дело даже не в теплопроводности, а в том, что тепло уходит с расплавом. То есть он постоянно разрушается. Наверное, можно привести такой пример, если лед держать над пламенем, у нас только кончик льда же начинает капать, вода расплавляется и уходит тепло у нас. А само тело льдышки будет холодным. А метеориты бывают трех видов. Второй вопрос ваш – это каменные, железные и железокаменные. Соответственно, каменные – это очень похоже на наши горные породы на Земле. А железные состоят из железа и никеля. А правда ли, что железные метеориты – это осколки звезд? Наверное, так сказать, не совсем будет верно. Мы все являемся осколками звезд или частицы Солнца, или звезд в каждом из нас. Почему? Потому что Вселенная формировалась, мы знаем, самая распространенная теория – это Большого Взрыва теория. И у нас начинают образовываться легкие элементы, потом из-за термоядерных реакций у нас есть кривая, я не буду углубляться в астрофизику. Образование элементов. И действительно, у нас есть большой пик образования железа, когда этого материала образуется очень много. Но все элементы, которые у нас есть в периодической таблице, они образовались в результате вот этого Большого Взрыва. Почему же формируется именно железная часть? Мы знаем, что у нас Земля тоже дифференцирована. У нас есть ядро железное, потом идет такая мантия, более плотная, и наверху уже земная кора. Так вот, планеты в процессе дифференциации, то есть в процессе образования вот этого клубка-шара, там тоже идет дифференциация. Тяжелые элементы уходят внутрь, а легкие стремятся быть на поверхности. Соответственно, когда мы находим железные метеориты, мы говорим, что это ядро несформировавшейся планеты. Какие есть заблуждения касаемо метеоритов? Первое заблуждение, что метеориты радиоактивны. На самом деле нет ничего страшного. Люди долгое время работают с метеоритами, и никто не облучается. То есть метеориты можно трогать, можно собирать, изучать. Они не радиоактивны. А второе, это скорее не заблуждение, а, наверное, желание любого человека дотронуться к чему-то такому необычному. Многие приносят к нам в институт камни, которые говорят, что нашли там по дороге, вот он железный, магнитится, наверное, это метеорит. Но очень часто, наверное, 98% того, что приносят, это является или шлаком, или породой, или где-то щебенку завозили, один камешек упал, и вот они считают, что это метеорит, потому что в поле один камень. Касаемо находок, которые делаются людьми, на просторах интернета представлено большое количество различных метеоритов, якобы, с космическим разбегом цен. Почему такая стоимость находки, соответственно? Помните, я говорила, что метеориты бывают каменные, железные, железокаменные. То есть на Землю больше всего падает каменных метеоритов, которых, наверное, 80%. И их цена обычно самая низкая, потому что их много, их много можно изучать, и даже для коллекционеров они, наверное, не самые, так скажем, красивые. Самыми, на мой взгляд, красивыми являются это железокаменные метеориты, когда у нас в железе есть такие зерна большие, оливина, и если это полировать, очень красиво выглядят. И железные тоже встречаются очень редко. Здесь надо еще смотреть на то, насколько большое количество самой массы метеорита. Вот есть метеориты, которые находят тоннами. Цена их будет поменьше. Если мы нашли один кусочек очень необычного метеорита, пусть это будет марсианский метеорит, и его там 500 грамм, цена на него, соответственно, растет. Некоторые представляют интерес для коллекционеров как красивые метеориты, может быть, их много, а некоторые для ученых с точки зрения исследования новых веществ, новых элементов, нового образца, который до этого не был нигде найден. Диляра, у вас есть ли своя коллекция метеоритов? Если это можно назвать коллекцией, у меня есть пара метеоритов. Это Челябинский, есть два железных метеорита, которые я купила на конференциях, то есть это не мои находки, и есть пара каменных метеоритов, которые мы нашли во время экспедиции. Но те каменные метеориты, которые мы нашли во время экспедиции в Чили, я не могу назвать своими, потому что они были найдены в ходе экспедиции и будут изучаться различными лабораторными методами. Хотелось бы вам стать обладателем какого-либо интересного редкого метеорита, девушкам, как в качестве украшения, драгоценности. У меня на самом деле на ваш вопрос два ответа. Первый с точки зрения науки. Начну с него. Недавно на конференции был доклад, который, так скажем, поразил все научное сообщество, потому что исследователи из Франции считают, что они нашли метеорит или изучали метеорит, который является земным. То есть какое-то время назад, ну миллионы лет, какой-то объект столкнулся с Землей, кусочек Земли вылетел в космос, там полетал, полетал, и обратно прилетело на Землю. На самом деле это первый случай такой находки. И вот этот метеорит, мне бы хотелось взять какой-нибудь кусочек для исследований. С точки зрения женского взгляда, мы говорим, если про украшения, то индустрия производства украшений из метеоритов, она очень развита, на мой взгляд. И чаще всего украшения делают из железных и железокаменных метеоритов, потому что они выглядят намного лучше, чем простые камни, которые мы можем найти. И у меня есть украшения из железного метеорита. Стоит человек, Кричит, как же так, Кончается век. А он не успел, У него ничего еще нет, Ничего еще нет. Чтобы встретить новую жизнь, Чтобы в будущем завтра Жить не тужить, У него только день, Да завод полон рог, Ночью будет он ждать, Ну а вдруг Прилетит астероид, Он его бы попросил, Чтобы завтра успеть, Белый свет посмотреть, Да к утру назад Домой прилететь. Ой, не проспать бы, Не проспать бы, Лист волшебный оборвать, Ранним утром в новом веке Мне тебя поцеловать. Субтитры делал DimaTorzok есть ли черный рынок метеоритов я считаю что он есть потому что много копателей ездят по местам известным падение метеоритов точно съесть метеорит сихоте олень до знаменитый там это железный метеорит и находки продолжается по сей день и конечно же они коллекционерам продают эти метеориты на найдены как отличить настоящий метеорит от простой горной породы видны ли отличие простому обывателю начнем с того что если допустим кто-то нашел камень для как понять что это метеорит или нет вот я принесла один метеорит который мы нашли первым признаком который надо смотреть на камни это чтобы было кора плавления мы же говорили да что у нас метеорит летит в атмосфере и начинает сгорать вот такой темный цвет но это наверное даже не самый яркий пример но можно начать думать что у вас в руках метеорит мы также ошибались когда ездили да вот такой камень но похоже ведь да согласитесь тоже думали что может быть метеоритом но вот здесь такая неровная поверхность как у гальки этот не метеорит и мы поняли это уже только когда лаборатории разрезали их и самым наверное номер один признаками является наличие мелких металлических включений то есть даже в каменных метеоритах у нас есть мелкие металлические включения которых нет в простой горной породе да конечно но еще часто метеорит у нас плотные они плотнее среднем горных пород которые у нас есть можно поднять камешек и сказать ой он очень тяжелый тоже какой-то звоночек тому чтобы подумать что это метеорит и третье любые метеориты хоть они каменные железные для железокаменные они сильнее будут магнититься к магниту чем стандартный какая-то горная порода как минимум у нас в татарстане до нашей геологии она такая карбонат и тиригенные породы которые почти не магнитятся но здесь с магнитом есть свое но когда мы подносим магнит мы с камня снимаем стираем магнитную запись которая она в себе несет то есть это тоже урон для науки соответственно если вы нашли метеорит пожалуйста лучше отнесите его в лабораторию и не используйте магниты для определения того магнитен он или нет как при помощи магнитного поля можно определить вот вы искали запись ну вообще у нас железо железные минералы содержащие в себе записывают магнитное поле в том которым они образовались распространено такое изучение магнитного поля на земле она записана в осадках изверженных породах но также когда метеориты формировались в космосе там было какое-то слабое магнитное поле и очень интересно на самом деле понять какое же магнитное поле было из-за этого метеориты также изучают и вот когда мы подносим метеорит мы стираем всю запись но так же как если их своих свое банковскую карт отнесёте магнит вы все стираете то есть она больше не работает также с метеоритом поднесли магнит сделали так что он не может нам рассказать историю о вселенной часть истории о вселенной может ли эксперт по фотографии дать оценку найденному экспонату я думаю он может дать оценку с 80 процентной так скажем вероятностью если это земная порода она в основном у нас пористая то есть в метеоритах не бывает пор они плотные если же это железный метеорит или железо каменный мне кажется здесь и эксперт не нужно вы сами определите потому что и плотность большая и в целом кусок железа тяжело увидеть да в простом виде не должно быть ржавчины потому что если ржавчина есть то это уже какие-то стали или шлаки остатки от производства и на внешний вид до горные породы все-таки стандартно отличаются есть есть кора плавления то тот человек эксперту которого уже наметом наметом глаз на это скорее всего даст вам точную оценку того что это метеорит или метеорит но в любом случае если он подумать что это метеорит он попросит от вас частью вашего метеорита чтобы изучить его в лаборатории и дать уже точно что требуется для того чтобы подтвердить космическое происхождение камня вот иридии допустим нахождение его структуре до иридии очень правильно сказали очень часто в местах падений метеоритов обнаруживаются иридии аномалии почему потому что этого элемента много до в метеорите и когда он падает рассеяние происходит то есть даже в слоях которые не просто самом метеорите от слое на которую он упал можно найти эти аномалии так были найдены аномалии 65 миллионов лет когда у нас было падение метеорита здесь наверное зависит еще от того какой у нас метеорит то есть если у нас каменный метеорит иногда достаточно того что мы обнаруживаем там хондрулы это такие круглые образования для железного метеорита достаточно того что мы видим определенные структуры там то есть в зависимости от того какой у вас метеорит в руках и будет зависеть то какие критерии нужны для того чтобы доказать его метеоритное происхождение не всегда нужны какие-то тяжелые там сложные химические или лабораторные исследования нахождение определенных элементов или изотопов для того чтобы доказать что это метеорит но есть случаи конечно когда мы его тяжело отличаем от горной породы или когда мы хотим уточнить прям спецификацию потому что есть классификации до метеоритов и некоторые группы требует более детальных изучений лабораторных диляра расскажите пожалуйста какой из ныне известных метеоритов считается наиболее уникальным наверное один я не могу только выделить да точно нас есть несколько таких уникальных и событий и метеоритов которые можно привести в пример но я уже об одном сказала это падение 65 миллионов лет назад который мы считаем что явилась триггером до массового вымирания мы сам метеорит не нашли потому что он как считается упал в воду но вот иридиевый слой с иридиевой аномалии мы его наблюдаем повсеместно второй наверное очень интересное это кратер в аризоне он до сих пор сохранился в огромная такая скажем дыра в земле который можно съездить и посмотреть это уже действие от метеорита не могу не сказать про челябинский да то есть это было явление мирового масштаба очень многие ученые бросились исследовать этот метеорит первое почему потому что на многих видеорегистраторах да на камерах был зафиксирован его полет то есть можно было рассчитать траекторию и понять откуда он к нам прилетел и во-вторых это вещество свежее которое можно изучать непосредственно как бы взяв лабораторию наверное метеоритом последнего столетия нашего да вот 21 века можно назвать челябинский метеорит а вот вы говорили что траектории полета небесных тел можно отслеживать ну и соответственно этим занимаются ученые конкретно челябинский метеорит был ли замечен до падения на землю и до записи на камеры провокационный вопрос да вы правы абсолютно челябинский метеорит не был замечен это произошло потому что он летел из подсолнечной стороны то есть если мы смотрим на солнце нам очень тяжело увидеть что летит с той стороны именно из-за этого он не был замечен заранее а так по всему миру много где стоят сети камер которые наблюдают за небом и при падении метеорита с этих камер собираются данные отслеживается траектория падения метеорита и уже определяется определенную область на которую ведутся поиски и вот 15 февраля было падение во франции и из-за этой сети камер наблюдений они нашли и вещество в целом я даже видела это вещество и держала в руках расскажите про тайну тунгусского метеорита был он или не был когда вы задавали свой вопрос про уникальный метеорит это же хотела упомянуть тунгусский метеорит наверное называть его тунгусским метеоритом неправильно это тунгусское событие скорее всего потому что во всей округе где бы не искали следы какие-то вещества которые упала да то есть волна была большая воздействие большое то есть большая территория заваленного леса но тем не менее вещества самого метеорита не найдено она не найдена до сих пор изучается и озерные отложения и почвы и грунты и все что там есть чтобы найти его но до сих пор и я бы сказал что это безрезультатно и есть теория что это был не астероид то есть не твердые до каменька который падает с неба а это было скорее всего комета а комета мы знаем что это лед с вкраплениями мелких камней соответственно пока эта комета летела сквозь атмосферу она полностью растаяла тем материал который у него был расплавился и видим мелкого наверное где-то осел мелких частичек но ударная волна была хорошая из-за этого вот мы видим именно это тунгусское событие завершая наше интервью хотелось бы поблагодарить вас диляры за очень интересную информацию мы желаем вам новых открытий находок и успехов вашей профессиональной деятельности каждый раз ученые специалисты отправляясь в экспедиции с желанием хотят найти какой-либо уникальный объект метеорит и каждый раз их ведет надежда светит незнакомая звезда снова мы оторваны от дома снова между нами города звездные огни аэродрома здесь у нас туманы и дожди здесь у нас холодные рассветы здесь на неизведанном пути ждут замысловатые сюжеты надежда мой компас земной а удача награда за смерть лаз а песни довольно 1 чтоб только о доме в ней велась а 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